Уж замуж не втерпешь. Если любовь нечаянно нагрянет, зарегистрировать брак можно, как и прежде, через месяц после подачи заявления. Для этого нужно позвонить на номера телефонов, размещенных на сайте ЗАГСа, или подать заявление через портал Госуслуг. Но в условиях карантина на церемонии смогут присутствовать только жених и невеста. Если же хочется пышного торжества, вступление в брак лучше отложить. В зависимости от санитарной и психологической обстановки в целом Российской Федерации, я думаю, что мы все обращения граждан индивидуально рассмотрим, и никакого коллапса в органах ЗАГС не будет. Поэтому мы приложим все усилия на разных площадках, будем осуществлять регистрацию брака, чтобы было событие праздничное, торжественное и запоминающееся на всю жизнь. Пока торжественные церемонии переносятся на начало лета. Сотрудники ЗАГСа говорят, влюбленные ждать готовы, особенно женихи. А вот новорожденные режим самоизоляции нарушают и появляются на свет, когда им заблагорассудятся. Поэтому свидетельства о рождении выдаются в обычном режиме. Андрей Александров сегодня регистрирует первенца. Говорит, этого события они с супругой ждали пять лет. Сына назвали Артемом. Никаких проволочек с получением документа у них не было. Я давно уже знаю, что есть госуслуги. Давно пользуюсь. Очень удобная штука. Единственный момент, что, конечно, первый раз я оформлял через госуслуги рождение сына. Ну, в принципе, ничего страшного нет. Просто потребовалось еще участие супруги. То есть вдвоем получается совместное согласие. Нужно было давать на заявление писать. Заняло это в конечном итоге 10 минут. Достаточно быстро разобрались. Поэтому удобно, практично. Мне понравилось. Бумага, на самом деле, на мой взгляд, не так важна. Важен сын, которого долгожданно, на самом деле, очень давно его ждали. Там, в протяжении пяти лет. Поэтому, ну, бумага – это уже такая формальность, на самом деле. Дмитрий Карпачев также приехал получать свидетельство на первенца. У них с супругой родился сын Лев. Я вот позвонил сюда, у меня назначили время. Все очень оперативно. Вот я приехал, собственно говоря, получить документ долгожданный. Очень все удобно, легко, без каких-либо проблем. В одном из регионов России, если верить публикациям в интернете, супруги назвали сына ковидом. По словам работников региональных ЗАГСов, самарские родители настроены более консервативно. Среди женских имен лидирует Софья, а мальчики чаще всего становятся Александрами. Виктория Шарая, Василий Колдашов. События.